здравствуйте в эфире программа открытый диалог меня зовут андрей лобанов и сегодня у меня в гостях очаровательная девушка режиссер театра кукол радуга ирина меньшикова ирина здравствуйте здравствуйте андрей как добрались до нас замечательно ирина смотрите сразу мне к вам такой вопрос с приятной новости хочется начать театр кукол радуга из любериц победил на международном фестивале кукольный остров 3 в зрительской номинации любимец публики все верно да во первых поздравляю во вторых расскажите об этом подробнее пожалуйста да это был необычный фестиваль он был в онлайн формате то есть никуда выезжать нам не пришлось мы все делали на нашей площадке этот фестиваль проводил костромской театр кукол было очень необычное были необычные правила этого фестиваля нужно было представить свой театр надо было представиться актеру и рассказать про куклу а также показать небольшой этюд с этой куклой от нас выступал актер юрий поздняков и представлял он куклу девочку варю это куклы из спектакля режиссера евгении тарасовой очень талантливой девушки спектакль называется снеговик девочка варе необычная эта кукла тем что она рождается в данную секунду в чуде до надевается перчатка старый дедушка надевает перчатку присоединяет клубок такие вязаные волосы и появляется кукла до или бьют вещи на скажешь мурашки прям настолько захотелось посмотреть это где то можно посмотреть да приходите кстати этот спектакль у нас будет в эту пятницу да и в апреле он у нас стоит на апреле то есть будет да потому что программа выйдет ножка пор да извини перебил вас и юрий представил очень необычный и куклу и себя и наш театр был там было еще три номинации была номинация театр который хочется посетить была номинация любимая кукла но вот мы прошли в номинации любимица публики мне кажется здорово очень круто потому что завоевать любовь публике это не так просто все мысленно иногда до сложнее чем завоевать сердца жюри да слушай ну я поздравляю это правда спасибо очень очень круто и ты у меня несколько вопросов сразу уже забрала ответила на них заранее какие еще есть награды у театра несколько помнишь каких-нибудь у нас вообще наград очень-очень много театр больше всего гордиться недавно мы получили питерфест мы участвовали фестивале питерском там мы стали лауреатами потом мы участвовали в самоварфест это тоже в москве проходила нова днх и еще мы очень гордимся награды на пушкинском фестивале он проходил до пандемии еще в том году он тоже должен был состояться мы готовились к нему но к сожалению да и в прошлом году много чего было очень-очень жаль и там мы получили наша актриса екатерина пушкина получила награду как лучшая женская роль поздравляю вас очень много народ и вот на самом деле и всем нашим зрителям советую прийти вот на как еще раз называется спектакль который в пить который победил а это мы показывали этюд это не да это не совсем из спектакля это был созданный этюд но его можно будет посмотреть а у нас он выложен в открытом доступе данный в инстаграме есть хорошо понятно какие лично у вас ирина есть награды в том году я выиграла стипендию губернатора московской области андреевича да да и также почетная грамота тоже поздравляю достойным достойно почему решили стать именно режиссером режиссером театра кукол вы знаете я всегда очень долго искала свою профессию и когда я пришла в театр кукол а это было семь лет назад получается я влюбилась я влюбилась именно вот такой формат театра не драматический театр а театр кукол потому что это магия это волшебство это завораживает и вначале я работала актером потом стала режиссером потому что я безумно полюбила это дело а чем мы должны руководствоваться только любовью любовью кто как знаешь кто-то финансовые выгоды меня всегда вела любовь любых потому что я делаю хорошо понятно трудно быть вообще ну режиссером в театре кукол ты знаешь когда тебе нравится то что ты делаешь все трудности они не то что легко даются их не замечают их не замечаешь ты даже они тебе интересны и преграды делают тебя лучше ты проходишь через них ты учишься чему-то и это даже интересно когда есть сложности есть трудности хорошо даже нравится когда есть какие-то для меня такие сложности сложности это весь лес нет нерешаемых задач нету понять а три их вообще не существует до режиссура чем занималась кем работал говоришь много чего пробовала а что-то несколько да я работала и в журналистике я себя пробовала потому что по первому образованию я журналист но поняла не моем я работала в музее смотрителем да это был очень интересный жизненный опыт и кстати говоря я считаю что где бы ты не работал ты из любой работы можешь взять для себя что-то что-то новое что-то интересное вот на этот основные мы вообще работала с 18 лет и но режиссура я занимаюсь три года режиссур и три года а до этого я была в театре актером кукловодом а что значит для тебя вообще вот быть режиссером почему ты решила все пойти в режиссуру почему режиссер кукольного театра не режиссер театра вот где с людьми непосредственно работаешь которые на сцене да ну понимаешь да конечно потому что театр кукол он он ближе к детям конечно он и для взрослых делается и делается очень крутые спектакли для взрослых формате вот кукольном но я очень люблю детей общение через куклу с ребенком она всегда проще даже не то что проще она интереснее она более сказочная и мне это нравится больше а еще мне нравится театр кукол когда была актриса именно тем что ты отключаешься от своего я то есть ты должен полностью переключиться на куклу и работать только куклой да я сможешь побыть немножко кем-то другим сказочным персонажем да 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 и что ты отключаешь свое эго что смотрят не на тебя она куклы и ты и и вот само волшебство что ты оживляешь ну тряпочку да или там шарик какой-то ведь театр кукол это символ ты можешь из любого предмета сотворить куклу как это я рассказывал как евгения сделала из перчатки вот а так ты еще угодно можешь сделать я честно тебе говорю вот все зрители наши видят я обязательно дойду посмотрю потому что очень интересно даже забыл какой вопрос хотел еще задать есть дети у тебя да у меня есть дочка сколько ей пять месяцев огни огни есть не уже какая-нибудь любимая кукла она у меня уже посмотрела даже спектакль к что она посмотрела спектакль репка стояю держал на руках она смотрела 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 и в конце когда репку вытянули раз и уснул все дело сделано можно и поспать вот да ну и вообще я иногда ее беру с собой в театр она смотрит со мной спектакли и вот ходит такой мир что вот дети ничего не понимают дети понимают все и лучше взрослых а что самое главное они очень чувственные они улавливают то что не чувствуем мы взрослые и еще они всегда видят ложь детей нельзя обмануть они правдивы в своих словах в своих комментариях и мне всегда нравится если ребенку скучно он не будет сидеть как взрослый там ждать ну когда же спектакль закончится и делать такой умный серьезный вид он прям так и скажут мне скучно когда это все закончится да да и то есть вот вот это мне нравится у них искренность а вот эта чистота как они переживают за героев это же вообще невероятно ну они это верят в то что происходит для них это не кукла и для них это не не спектакль для них это жизнь они маленькие мгновение жизни да 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 они искренне верят в то что происходит и они рвутся и спасать и помогать и подсказывать и это очень здорово часто выкрикивают из зала что-нибудь да да и это хорошо . кто вообще вот ваш зритель это непосредственно дети или чаще всего дети с родителями приходят либо все-таки больше взрослых с родителями и у нас нету возрастных ограничений театр театр кукол чем хорош что он может зацепить не только ребенка но и взрослого и часто взрослой да там для детей а вы придите посмотрите иногда темы которые разбираются для детей намного полезнее для взрослых потому что мы забываем когда мы вообще забываем что на самом деле мы все родом из детства и надо помнить и любить ребенка внутри себя охранять его беречь просто вообще все большие дети лично я не знаю как я тоже я тоже мы нашли друг друга если бы я не была ребенком вот внутри себя я бы не смогла работать в театре заниматься тем чем ты занимаешься хорошо есть какие-то у тебя интересные истории из практики в театре до их на самом деле их очень много и каждый раз что-то происходит но моя любимая наверное история и я всегда выхожу из театра вспоминая эту историю что за пределами театра я для детей которые меня видели там остаюсь сказочным персонажем остаюсь с тем героем которого они видели тогда я играла снегурочку и это на следующий день я пошла утром в храм стою такая серьезно и стоят две девочки они так на меня смотрят так вот я думаю что то не так на может быть у меня с волосами что-то не тогда нет вроде бы две косички все как обычно там она такая подходит такая вы снегурочка я не пойму какая снегурочка у нее даже строго посмотрела как меня отвлекают ну вы снегурочка и тут я осознаюсь что человек этот маленький человек был на спектакле и я для него до сих пор та самая снегурочка я такая да да я снегурочка вот это она а и отошла спасибо большое в гостях сегодня у меня снегурочка зовут ее ирина меньшко режиссер театра кукол радуга мы очень скоро вернемся еще раз здравствуйте эта программа открытый диалог меня зовут андрей лобанов и сегодня у меня в гостях очаровательная ирина режиссер театра кукол радуга ира как прошел 2020 год пандемия когда все закрывается для актеров для вообще исповну для людей твоей профессии очень сложно было очень сложно да я это не отрицаю но открылись так сказать новые какие-то границы да то чем мы не занимались раньше это онлайн формат работы и он тоже очень интересный и очень-очень полезный мы с театром у нас инстаграме вконтакте проводили мастер-классы для зрителей по сценическому движению по актерскому мастерству по кукловождению конечно же также мы читали для наших зрителей сказки стихи и не останавливалась наша репетиционная работа мы проводили онлайн репетиции это вообще это что-то другое когда да ты видишь обычно актера перед собой вы можете выйти на площадку а здесь все через экран мы репетировали новые там спектакли и это было интересно и для актеров и для меня как бы решить для режиссера то что работа выстраивалась иначе а иногда даже казалось что работа кипит не то что лучше а сильнее чем когда больше занятость была больше и это было хорошо потому что это спасало от того что что ты сидишь дома и на самом деле все страшно да и выйти никуда нельзя да а здесь у тебя работа у тебя есть задание это было полезно поля сейчас продолжаются какие-то онлайн мастер-классы с дарак ли да мы проводим и онлайн спектакли а также у нас проводятся мастер-классы показывали этюды тоже театральные работы идет онлайн до сих пор и мне кажется что этот формат будет поддерживаться и дальше потому что это хорошо когда театр доступен для всех что тебе не обязательно идти да если тебя нет возможности ну и плюс если ты находишься в каком-то другом городе до новосибирске захотел посмотреть что происходит в люберцах в театре да да а у нас тут и мастер-классы и тюды кто ж там победил то на кукольный остров 3 по этой фестивале и мне мне кстати очень нравится этот формат надо тоже обязательно заглянуть вот до того как ты пока не пришла сюда я даже не понимал что-то может быть интересно сейчас лишь рассказываешь и очень хочется посмотреть и думаю нашим зрителям тоже чтобы стать режиссером кукольного театра нужны какие-то данные может быть необычные что нужно я считаю что самое главное это вот как я уже говорила любовь к тому что ты делаешь без этого ты не сможешь ты можешь выучить миллион законов правилов прочитать вот такую кучу книг если ты не любишь то что ты делаешь нет и еще очень важно иметь любовь к зрителю понимать понимать его и еще тоже для себя вывела такую мысль давно уже нужно четко понимать что ты делаешь в своей профессии что ты хочешь донести до зрителя до до ребенка что вы хотите вот донести до зрителя до ребенка а каждый спектакль говорит о своем да и например у меня есть спектакль где же ты волчонок где я рассказываю о любви папы и сына потому что ну как у нас обычно рассказывается про маму какую сказку не откроешь везде маму как правило а про папу ничего не сказано потому что папа у нас обычно на работе занят вот я раскрываю эту тему как как важно выстраивать отношения папы и дочки сына с мамы посмотрели такие вот понял пойдешь с ребенком в театр да да посмотрите всегда так радость когда папа пришел за ребенком в театр потому что это всегда такая очень трогательная картина вообще я считаю что важно ходить вместе с ребенком на спектакль то есть ни одного его приводить а быть вместе с ним чтобы после спектакля вы могли обсудить то что вы увидели обсудить персонажей мысль спектакли тему поговорить и вообще это очень теплое время право как как можно вместе провести время есть какие-то вот у тебя любимые спектакли любимые герои может быть куколь в нашем театре да ты знаешь в каждом спектакле найдется любимый образа самый мой любимый персонаж это принц из дюймов очки мы вчера с мамой долго спорили вообще мы часто обсуждаем с ней наши спектакли которые идут у нас театре и нам говорит ну что этот принц дело на похоже на него до дюймов очка ну вот он ее то принял и все и я снять части согласна это так но он такой же искренне как дети которые приходят наш театр он и есть и лицетворение вот этого детства вот и наверное за этого за это я его и очень очень сильно люблю тем более я его иногда играю а он еще такой трепетный в нем вот вся нежность какая только есть вот она в нем живет кстати по поводу родителей кто-то из родителей может быть работал у тебя актером или режиссером почему нет никто никогда чем я одна такая семья мама чем занимается мама у меня работала начальником отдела кадров вот поэтому как зовут маму екатерина 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 вам привет большущий да потом бабушка у меня кандидат биологических наук с папиной стороны папа у меня юрист бабушка у меня работала на хлебзаводе в люберцах это одна такая творческая да как ребенок чем захочет заниматься но твоего или чем бы ты хотела чтобы он занимался ребенок огня ты знаешь я долго про это думала и думала про то что адам там музыкальную школу у меня потому что там муж музыканта талантливый будет музыкантом а потом я остановила в себе эти мысли и вспомнила как воспитывала меня моя мама у меня всегда был выбор я всегда выбирала сама куда я хочу поступить чем я хочу заниматься и вот здесь я тоже для себя решила что я даже не буду строить никаких планов на своего ребенка вот куда бог ее приведет тем она и будет заниматься вот а так самое главное что было добрым человеком все уже зависит от тебя конечно что что я вложу в ребенка то и будет и также вот я всегда чувствую ответственность за зрителей которые к нам приходят потому что я должна показывать им только свет любовь и надежду почему подожди объясню почему могут быть грустные моменты может быть печально уже должен знать конечно конечно мы не должны показывать до мыльный пузырь да такое красиво нет но мы всегда должны знать что всегда есть надежда всегда есть тот кто нас любит всегда есть свет и к нему надо идти вот что самое главное через всю грязь чтобы не происходило надо помнить что бог любит нас что всегда есть надежда вот что самое главное человек верующий ну да а есть какие-то приметы традиции перед тем как начать спектакль вот у тебя с уверея какие-нибудь я вообще не суеверный человек но так как мы уже сказали что я верующий я да я все вере не верю и даже само слово суетная вера зачем это нам надо традиции но традиция у меня может сказать да я перед тем как выйти на сцену я всегда перекрещусь скажу господи помилуй а потом выхожу мне так спокойнее у актера актеры актеров есть но я так иногда плохо над ними посмеиваюсь я им всегда говорю ну вот когда сценарий падает они на него садятся я им всегда говорю ну ребятам талант живет у вас не пятой точки а вас в вашем сердце в голове но от того что вы сядете на сценарий хуже вы не станете ничего не случится но вот ничего потому что верят да потому что вы классные вы талантливые и ничего извне никакие силы на это не повлияют вот поэтому и такое что ты приходишь на работу без настроения бывает мне кажется это у всех бывают этого спектакль становится хуже а ты знаешь у меня были случаи когда например дома какие-то заботы еще что-то и ты вот с этими мыслями идешь на работу а потом я себя немного остановила я поняла что зритель не должен чувствовать мой негатив зритель не должен видеть мое плохое настроение и я научилась отключаться я научилась погружаться в свою работу и больше не это я считаю что это ошибка когда ты несешь то что было у тебя за порогом театра когда ты несешь это к зрителю этого делать нельзя согласен с тобой есть какие-то у тебя хобби помимо работы данной конечно у меня вообще очень много я люблю читать и я с последнего прочитал так из последнего я прочитала повелитель мух голдинг я просто так долго вспоминал а еще под его я прочитала и в роддоме я прочитала не знаю почему попалась грустная книга дневника анна франк да вот из последнего и перебил тебя еще ты занимаешься до литературным творчеством я пишу виду да да что стихи а нет и я в основном пишу прозу и то что я пишу очень мне помогает в моей работе есть это в открытом доступе почитать я иногда выкладываю инстаграмма так я пока что не печаталась я сейчас собираю материал и готовлю сборник рассказов для детей как-то меня все время в детстве тянет хорошо это хорошо да 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 я вообще вот за то чтобы мы оставались больше детьми конечно дети ты уже рассказала это же честные веселые открытые маленькие человечки объявите предлагаю ответить на небольшой блиц опрос готовы да это участвуем хорошо над какой целью сейчас работаешь новой постановки что за постановка останется в секрете хорошо мы придем посмотрим слушаешь голос сердце или голос разума сердце ладно как выглядит отпуск твоей мечты когда соберется вся семья и мы поедем отдыхать неважно даже куда а просто все вместе вот что самое главное давно вообще отпуск был летом был до чем больше всего гордишься в жизни наверно своим мужем без чего не можешь обойтись ни дня без чтения я всегда найду хотя бы 10 минут 5 минут но прочитать несколько страниц я должна праздник проводить дома или где-то в ресторане только дома я люблю до дома успех это везение или работа над собой работа над собой зеленый чай или кофе зеленый чай кофе не люблю всегда так радуясь вот когда ты чай зеленый чай сам после люблю возникало ли у тебя желание начать все с чистого листа у меня было такое было но потом я присматривалась к своей жизни понимала что бог все устраивал в моей жизни так как мне полезно и так как нужно для того чтобы я стала тем кем я являюсь поэтому я перестала так думать и больше не хочу если бы не эта работа чем это все-таки занималась я бы была врачом каким я всегда хотел быть детским врачом неврологом ну мало ли а вдруг еще получится спасибо большое тебе за хорошее интервью но я хочу сказать что да я так как всегда мечтала быть врачом но я пришла в театр и я думала что вот я бы лечила людей а сейчас я понимаю что я занимаюсь тем же только я других ли да 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 лечу может быть душу может быть какую-то грусть печаль я вот немного про другое да пожелаешь что-нибудь нашим зрителям а я пожелаю то о чем с тобой говорили оставаться детьми любить охранять и беречь своего внутреннего ребенка беседовать с ним и прислушиваться к нему ну и приглашаем всех конечно обязательно смотрите нашу афишу на сайте и в инстаграме мы всех рады видеть мы очень любим наших зрителей приходи андрей мы вас тоже ждем да я обязательно приезжайте сегодня у меня в гостях была ирина меньшкова режиссер театра кукол радуга меня зовут андрей лобанов эта программа открытый диалог до встречи украшения украшения и